Здравствуйте, дорогие друзья! Рад приветствовать вас на первом занятии Школы Библии, в которой нам сегодня нужно рассмотреть первую тему – книга книг. Главный вопрос, на который нам сегодня нужно ответить, такой – почему именно Библия? Почему именно она достойна того, чтобы изучать ее и исследовать ее очень внимательно? В первую очередь вспоминается один библейский текст. Он звучит так. «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен». Вот этот библейский отрывок содержит одно очень редкое слово – «богодухновенно». Что оно означает? Оно означает, что авторов Библии, которых на самом деле несколько десятков, на написание этой книги вдохновил сам Бог. То есть они все были вдохновлены одной личностью. И именно по этой причине Библия столь целостна и гармонична, что не противоречит сама себе. Вот это слово «богодухновенно» указывает на то, что когда мы держим в руках Библию, мы не держим диктант, который писали ее авторы. Скорее, это изложение. Изложение собственными словами, с помощью своего словарного запаса, тех мыслей, которыми вдохновлял Бог их авторов. И поэтому Библия, с одной стороны, столь многогранна в своих жанрах, там есть поэзия, там есть пророчество, там есть историческая хроника, и в то же время она говорит об одном и не противоречит сама себе. Но если взять другие источники, которые показывают, что Библия в высшей степени необычная книга, то мы также можем их обнаружить. Во-первых, стоит отметить, что именно Библия рассказывает о том, что у причины жизни на земле есть разумное начало. Именно Библия отвечает на этот жизненный вопрос и сообщает, что все, что происходит на земле, все те формы жизни, все это часть грандиозного замысла, за которым стоит одна личность, названная в Священном Писании Всевышним Богом. Библия содержит ответ и на многие другие важные и злободневные вопросы, ключевые вопросы мироздания, ключевые вопросы нашей жизни. Библия рассказывает, почему в нашем мире существует так много наций, почему они занимают те или иные территории, откуда они произошли. Стоит отметить, что мы имеем целых два начала. Согласно Священному Писанию, все мы являемся потомками Адама, а также являемся потомками Ноя. И весь наш мир в его многообразии наций на самом деле происходит от трех сыновей Ноя, от Сима, Хама и Иофета. Это семитские народы, потомки Хама и потомки Иофета, которые, согласно Священному Писанию, эти потомки были чрезвычайно распространены по земле. Библия содержит ответ на этот вопрос. Также Библия отвечает на вопрос, почему разные нации имеют разные языки. Библия сообщает тот факт, что однажды на земле был один язык, а затем что-то произошло. Именно по этой причине в разных языковых группах есть одинаковые слова, звучащие примерно одинаково, но в основном люди не понимают друг друга, и Библия говорит, почему это так. Библия еще уникальна тем, что эта книга рассказывает о причинах проблем, в которые сегодня погружено человечество. Библия открывает причину всех страданий и содержит ответ на вопрос, есть ли Бог столь добр, почему в мире так много зла? Исследуя Священное Писание тема за темой, мы будем касаться всех этих важнейших вопросов. Я желаю, чтобы вы были прилежны в этом процессе. Но Библия уникальна еще одной своей темой. Библия говорит о том, что у Бога есть определенные планы относительно живущих на земле людей. Именно этот момент делает Библию отличающейся от других сакральных священных книг человечества. Библия уникальна тем, что содержит пророчества, которых в Библии несколько сотен. И они, некоторые из них, имеют локальный характер, касаются отдельных наций, а некоторые касаются абсолютно всех и раскрывают планы Божии до конца истории мира. Да-да, Библия говорит еще и о конце. Библия говорит о том, что наш мир болен и нуждается в спасении. И однажды его история закончится. Стоит отметить, что все планы Божии, открытые в этой книге, условно можно разделить на три большие части. Во-первых, Библия сообщает, что согласно планам Божьим наш мир был сотворен. И этот пункт плана называется «Сотворение мира». Второй пункт плана, вторая часть Божьего замысла касается спасения человеческого рода, его можно так назвать – «искупление» или «спасение». И Библия также раскрывает, что согласно Божьему замыслу наш мир придет к своему концу так, что у Бога появятся возможности, Он создаст ее, чтобы окончательно восстановить наш мир. Таким образом, Библия открывает прекрасные планы Божьи о людях. Почему нам это нужно знать? Потому что свои планы, когда Бог начинает их осуществлять, Он осуществляет их совместно с нами и желает, чтобы мы были посвящены, а не были лишь марионетками в чьих-то руках, чтобы мы осознавали и могли содействовать Богу в их реализации. Обратите внимание, что именно по этой причине Священное Писание настаивает на том, чтобы каждый разумный человек занялся их изучением. Вот что говорит Слово Божие. «Исследуйте Писание, ибо вы думаете иметь через них жизнь вечную, а они свидетельствуют обо мне». Священное Писание рассказывает о Боге, и для того, чтобы лучше Его понять, лучше понять Его замыслы, лучше понять Его характер, мы не найдем другого столь авторитетного источника информации, как эта книга. Не секрет, что на протяжении многих лет, последних по меньшей мере 150 лет, мы с вами очень часто изучаем других авторов и читаем другие книги. Мы пытаемся обнаружить ответ на вопрос, откуда мы, куда идем, для чего существует жизнь, в источниках информации, которые не заслуживают, по большому счету, даже малейшего нашего внимания. И иногда даже гордимся тем, что открыли для себя какую-то новую область знаний, а затем терпим разочарование, в лучшем случае, терпим бедствие, терпим состояние безысходности и не знаем, что с этим делать. Но когда становится нестерпимо тяжело, тогда вдруг мы вновь вспоминаем о том, что есть книга, которая отличается от других источников информации. Ведь не секрет, когда человеку становится нестерпимо тяжело, когда проблемы начинают наваливаться на него одна за другой, когда человек испытывает проблемы с собственным здоровьем и вынужден изо всех сил цепляться за эту жизнь, тогда вдруг Священное Писание вновь становится ему нужно. И он начинает интересоваться, может быть, в этой книге есть что-то для меня, может быть, у меня есть еще какая-то надежда, и, друзья, пусть так, но человек способен даже в отчаянных обстоятельствах обрести надежду. Почему? Потому что книга, которую мы держим сегодня в руках, она отличается от других источников информации тем, что эта книга написана любящим Богом. Эта книга открывает такую важнейшую тему, как любовь Бога к человеку. Да, Библия иногда сурова. Да, Библия иногда беспощадно изобличает наше состояние. Да, Библия говорит не всегда приятную правду о нас самих и о мире, в котором живем. Однако, эта правда в Священном Писании изложена не для того, чтобы унизить нас, не для того, чтобы подавить нас, не для того, чтобы расстроить нас. Библия раскрывает нам правду для того, чтобы мы, осознав свое состояние, взыскали того, кто является ее автором, настоящим, единственным, по большому счету, автором, для того, чтобы мы могли обращаться к Нему. Вот для чего Библия говорит правду. И узнав правду о себе самих, узнав правду о Боге, мы начинаем понимать тот путь, которым Всевышний пытается нас вести, пытаясь возвратить нас к самому себе. Когда мы открываем Слово Божие, то находим там удивительные строки. Библия говорит так. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я, говорит Слово Божие, успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Покой. Вот в чем нуждается человек. Свобода от страха, от чувства вины, понимание того, что Бог смотрит на меня без гнева, а я могу смотреть на него без страха. Вот что дает Библия. И этого не может дать никакая другая на земле книга. Библия, можно сказать, написана пером, которое окунали в любовь. И каждый ее текст, каждая ее строка содержит весь надежды. Никакая другая книга на это не способна. Потому что книга Библия это книга живая. Она актуальна и злободневна всегда. Она не умирает, несмотря на многочисленные попытки уничтожить Библию, сделать ее влияние минимальным и свести к нулю. Библия до сих пор жива. Почему? Она способна менять жизнь человека. Когда человек обращается к Слову Божьему, в его сердце, в его разуме начинают происходить удивительные процессы просвещения и освящения. Благодаря Священному Писанию человек становится способен лучше понимать Бога, и его жизнь начинает постепенно естественным образом меняться. Библия говорит об этом, что когда пришел в наш мир Спаситель, он пришел для того, чтобы мы вновь получили жизнь и жизнь с избытком. Другого пути лучше узнать Бога и пережить эти чудесные изменения в нашей жизни, кроме как путь исследования этой книги, не существует. Давайте вновь обратим свое внимание на вот этот библейский текст, записанный в Ветхом Завете. Он гласит так, «Издали явился мне Господь». Действительно, многие люди могут сказать, что когда они в первый раз обратились в своей жизни к Богу, он казался им очень далеким, хотя Бог недалек от каждого из нас. Это мы бывает блуждаем вдали от Него. Однако Слово Божие говорит, «Издали явился мне Господь и сказал мне, любовью вечную я возлюбил тебя, и потому простер к тебе благоволение». Что такое благоволение? Это благая, то есть добрая воля. Эта книга раскрывает, что именно благоволение доброй воли исполнен к нам наш Создатель, наш Спаситель, наш Искупитель, автор Священного Писания. И когда человек начинает открывать ее страницы, страницы Библии, в его сердце начинает зарождаться то, что зовется верой или доверием. Он начинает доверять Богу, и доверяя Богу все больше и больше, лучше узнавая его, он начинает замечать ту добрую руку Божию, которая пытается действовать ее жизни так, чтобы направить человека к счастью. Мы продолжим размышлять над этой первой темой в нашем прямом эфире. Ну а сейчас мне лишь остается пожелать вам не прекращать исследование Слова Божьего. В нашей школе Библии мы избрали такой подход. Мы изучаем Слово Божие не книга за книгой, это довольно сложно, учитывая, что Библия писалась больше, чем полторы тысячи лет. Мы будем изучать Слово Божие в нашей школе Библии по темам, что Библия говорит о самой себе, что Библия говорит о вере, что Библия говорит о Боге, что Библия говорит о грехе, что Библия говорит о смерти, 20 тем нам предстоит пройти. И это будет только первым шагом. Не забудьте зарегистрироваться, чтобы вовремя получать уроки, задания и иметь возможность высылать нам ответы на эти задания. Пусть Всевышний руководит этим процессом. До свидания! Итак, дорогие друзья, мы с вами услышали интересную тему, которую представил нам преподаватель Библии Рустем Махатвелеев. Мы сейчас имеем возможность вместе порассуждать над тем, что мы услышали. И я хотел бы представить вам сегодня наших гостей, которые пришли к нам в студию, для того, чтобы вместе с ними, опять-таки, те же вопросы, которые говорят о Библии, которые возникают, когда мы говорим о Библии, мы могли сейчас услышать. Итак, вместе с нами сегодня Веренчук Максим, магистр богословия. Добро пожаловать на нашу программу, Максим Ильич. Здравствуйте! Очень приятно. Также вместе с нами сегодня наш брат, служитель церкви, бакалавр богословия Иван Вильгоша. Иван Ильич, добро пожаловать на нашу программу. Добрый вечер. Добрый вечер. Сегодня мы могли услышать в этой программе, которая была прежде, очень много интересных фактов о Библии, о том, как она появилась. И много людей задают вопросов, как же понимать, что такое Библия. И вот мне бы хотелось, чтобы мы снова ответили немножко на этот вопрос. Что такое Библия? Что Библия для нас, людей, представляет собой? С одной стороны, это книга. А что такое она с другой стороны? Ведь ее ценность не просто только лишь как книга, как может быть историческое, культурное достояние. Что еще? Да, вы знаете, понятие Библии – это такое глубокое понятие. Достаточно лишь заметить вначале, что книга Библия – это не просто одна книга. Это сборник книг. А сказать вернее, целая библиотека. Поэтому мы имеем с вами дело, когда говорим о Библии, с целым собранием сочинений, если так можно выразиться, или описание, в котором были задействованы разные авторы. Но мы с вами только что прослушали первую тему, которая помогает нам погрузиться, начать погружение в эту область познания, познания Библии. Если упростить это уравнение, отвечая на вопрос, что же такое Библия, то, наверное, можно было бы сказать одним выражением – это Божье Слово. Потому что вот Евангелие от Иоанна так и начинается этим повествованием, что вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Когда мы открываем первую страницу Библии и читаем первую главу первой ее книги, книги бытия, мы тоже читаем о Слове Божьем. Мы читаем, что этим Словом был сотворен весь наш мир, все, что произошло. Поэтому, если отвечать коротко, Библия – это Слово, живое Слово самого Бога. То есть мы можем сказать с вами, что в Библии мы находим откровение Бога. Но что открыто в Библии? Просто только лишь какие-то даются повеления для человека, что-то делать, вот так и так поступать? Или что-то шире мы можем найти, читая Библию? Я думаю, что каждый человек, он как-то может по-своему воспринять то, что для него представляет Библия. И здесь различные метафоры будут не лишними, потому что это очень широкое понятие. Это очень широкое понятие. Так же, как мы смотрим на воду, и мы можем сказать, что вода – это жидкость, вода – это лед, вода – это пар, в зависимости от какого-либо состояния. Нечто похожее происходит и с понятием Библии, когда человек начинает глубже погружаться в это понятие. И более того, он не просто начинает изучать Библию, а начинает стремиться с Божьей помощью применять то, что написано в Библии. И тогда сбываются слова, которые мы вот уже вспомнили из первой главы Евангелия Тана. Там 14-м текстом записано следующее выражение. «И слово стало плотью, и обитало с нами полная благодать и истины, и мы видели славу его, как славу единородного от Отца». То есть основное назначение Библии – воплотиться в жизни человеческой. Поэтому тут и сборник советов, и наставлений, и исторические прологи, и различные истории о различных людей, автобиографические очерки. Но всё это имеет одну единую цель – воплотиться Божьему Слову в жизни человека, принося благодать и спасение. То есть в Библии Бог открывает себя и открывает, каким образом он может быть в жизни человека. Взаимодействовать с человеком. Взаимодействовать с человеком. Но очень интересный факт – то, что Библия, как собрание книг, наверное, она не настолько древняя. И было время, когда Библия не была собрана воедино. Да, спасибо. Я как раз это хотел сказать. Вы знаете, с самого начала, если вы обратите внимание на книгу «Бытие», там открывается удивительная панорама того, что происходило от самого начала. И, конечно же, в самом начале от сотворения Слово Божие передавалось от поколения к поколению. И эти знания, они были настолько удивительными, ценными, что вот передавая от отца к сыну и дальше, можно проследить даже по времени, к примеру, до Авраама или до Моисея, если мы знаем, сколько кто жил из патриархов, понимаем, что на самом-то деле связь очень близкая, потому что полных, если скажем, дней жизни Адама, Ноя, до Авраама всего 4-5 поколений. И эта информация о самом сотворении, который уже дошел до Моисея, он записал первые пять книг, оно, конечно, не через многих прошло. Оно буквально, если считать поколениями, вот эти 5-6 поколений, они принесли знания о Господе. Моисей, записав эти знания, он фактически передал нам основные тексты, как с самого начала было всё сотворено. То есть через те поколения, которые прошли до Моисея, то есть первую книгу бытия написал Моисей, да? А через поколения, которые были до Моисея, это переходило из уст в уста, да? И удивительно, я даже недавно спросил женщину, мы занимаемся изучением Слова Божьего, я её спросил, скажите, пожалуйста, вот когда вы прикоснулись к Слову Божьему, как вы его стали воспринимать? И она говорит, первое, что бросилось в глаза, неужели Бог и меня сотворил? Неужели Бог участвовал и в моей жизни? Поскольку раньше, в советское время, она с этим не соприкасалась, а теперь, открыв Слово Божье, для неё это было удивительно. А даёт ли Библия ответ на этот вопрос? Неужели он прикасается к творению каждого человека? Ну, конечно. Если вы посмотрите в той же книге Евангелиста Иоанна, там говорится о том, что Слово стало плотью и обитало с нами. Бог воплотил это Слово, Слово своё, в Сыне, и раскрыл свой характер. Удивительно. Это очень интересный момент. Я думаю, что нам стоит вспомнить также то, что Давид пишет в своих псалмах, говоря к Господу, «Ты видел меня ещё прежде, нежели когда я появился. Ты сотворил меня, да?» Да, кстати, Василий Иванович, если позволите, вот в самой Библии, мы же сейчас как бы приглашаем вовлечься в изучение Библии, вот так красиво написано в послании к евреям, в первой главе, что Бог многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках. То есть, получается, Библия говорит, что Бог избирал различного рода методы, пути, общения для того, чтобы передать свою волю. А потом, ниже здесь апостол пишет, «Последние дни сей говорил в Сыне Своём». То есть, Библия фактически собрала вот этот опыт многовековой, о чём говорил Максим Леонидович, да, аккумулировала и отразила на своих страницах. Кстати, вот, может быть, мы повторим, я прошу прощения, в чате у нас есть вопрос, Наталья Васильевна спрашивает, «Добрый вечер, как можно зарегистрироваться, участвовать в школе?» Василий Иванович, может, нам стоит повторить, как просто это сделать, и чтобы наши зрители могли... Спасибо, Иван Ильич. Я думаю, что, наверное, здесь следует сказать, что, дорогие зрители, вы можете пройти регистрацию, направив, короткое слово, регистрация на номер телефона, который вы видите на ваших экранах. Вы можете отправить простое сообщение, вы можете направить через мессенджер, ватсап, вайбер на этот номер, простое только одно слово, регистрация, и вы получите возможность зарегистрироваться на школу Библии. А также я приглашаю вас направлять ваши вопросы к нам сюда, в студию, для того, чтобы мы могли отвечать на те вопросы, которые для вас также будут интересными по той теме, которую мы сегодня рассматриваем здесь, в студии. Но, когда мы говорим с вами сегодня о Библии, когда мы говорим о ее таком интересном статусе, как исторической книге, скажите, а каковы шансы того, что Библия до нас пришла действительно без какого-то влияния человеческого. Может быть, это люди свои мысли передавали, и они к нам сказали, теперь мы следуем не Божьим каким-то словам, а человеческому. Да, вы знаете, очень часто раздаются голоса о том, что, ну вот, Библию же писали люди, и, скорее всего, это их измышление, ну, и все в таком роде. Конечно же, когда мы читаем Священное Писание, мы понимаем, что действительно Библию написали люди. Но когда мы проникаемся содержанием, вот то, что там написано, мы понимаем, что автором этой книги на самом деле является Господь, потому что вот даже 2 Тимофея, 3 глава, 16 стих и 17, там сказано «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен». А что это означает «богодухновенно»? Вот это самое интересное, вот начало этого текста. «Богодухновенное» – это когда Господь вдохновил писателя, когда Господь вложил в сердце пророка Божьего весть, которую он потом изложил на знакомом ему языке. То есть вы хотите сказать, Бог не диктовал текст Библии? Нет, разумеется, конечно. Господь уважает каждого из нас, Он считается с нами, он удивительным образом, если мы просматриваем всех ветхозаветных пророков и апостолов в Новом Завете, особенно у апостола Павла, мы видим, что Бог позволяет человеку рассказать о себе так, как на это способен сам человек. Мне очень интересно, как Иоанн это делает. Да, вот если говорить об этом вопросе, он звучит сегодня из уст очень многих людей. Можно ли доверять Библии? Действительно ли там все написано Богом, а не человеком? Знаете, целый ряд направлений исследования в области теологии, истории, археологии помогает ответить на этот вопрос. И я хочу заметить, что до второй половины 40-х годов очень сложно было людям, которые были привержены и доверяли тексту Библии, очень сложно было возразить скептикам. Но наши зрители, слушатели могут эту историю поподробнее изучить, о том, как на северо-западном оконечности Мертвого моря во второй половине 40-х годов было сделано удивительное открытие так называемой «Свитки Мертвого моря», «Кумранские рукописи». И я хочу сказать, даже советские профессора во время атеизма уделили этому достаточно внимания. Есть замечательные книги советского периода, посвященные этой теме, где очень подробно описывается, что произошло. Если сократить рассказ, то мы должны заметить, что после того, как были расшифрованы древние найденные свитки, ученые смогли убедиться в том, что библейский текст дошел до нас неповрежденно. То есть археология и целый спектр открытий. Я знаю, Василий Иванович, что вы тоже как бы неравнодушны к археологии, и у вас были поездки в Палестину. Думаю, что вы в процессе библейской школы что-то расскажете из собственного опыта этих историй, которых сегодня очень много. Археология, история, а затем анализ текста. И для меня, конечно, очень серьезным аргументом того, что это написано Богом, богодухновенная книга, является тот аргумент, что это слово, если человек его применяет в свою жизнь, изменяет жизнь человека. Простое человеческое слово не способно на это. Именно Божье слово творит чудеса. Библия, когда входит в жизнь людей, она радикально изменяет эту жизнь, вытаскивая из таких трущоб, поднимаясь с таких низов, преображая после такой ужасной жизни, что когда мы смотрим, как пасторы, мы удивляемся, восхищаемся, говорим, слава Богу, это мог сделать только Бог. А вот здесь как раз вопрос очень интересный поступил. А скажите, какое практическое значение имеет Библия для меня, как для простого обывателя? Что вы можете об этом сказать? Я полностью поддерживаю вот этот момент, что если слово Божье меняет человека, и это можно говорить все, что угодно, но когда мы видим измененного человека, и когда человек стал благородным, порядочным гражданином нашей страны, понимаем, что это слово имеет силу, о которой невозможно ее просто так объяснить, ее только нужно пережить. То есть мы можем сказать, что слово изменяет жизнь человека. Что еще мы можем сказать? Какое значение слово Божье имеет для человека? Вы знаете, вообще апостол Павел пишет молодому Тимофею о Слове Божьем, перечисляет целый спектр, что оно полезно для наставления, для обличения, для укрепления, для того, чтобы был совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен. То есть в 118-м псалме Давид говорит о том, что слово твое свет на геме. То есть помогает правильный путь в жизни выбирать. Помогает увидеть то, что без этого слова, и я хочу сказать, дорогие друзья, наши зрители, участники этой школы, действительно, я в своей жизни убеждался, что без Слова Божьего мы не можем это увидеть. Только Слово Божье подобное светильнику отражает нам эту истину и показывает нашу жизнь в сравнении с Господом. Спасибо. У нас ряд вопросов, Василий Иванович. Вы хотите вопросы? Да, я думаю, что, может быть, мы зачитаем сразу несколько вопросов. Да, у меня здесь есть вопросы. Да, да, да. Спасибо. Вот вопрос поступил к нам. Какой перевод Библии лучше использовать? Сегодня есть много переводов, современные переводы, которые делаются, они были еще, даже есть перевод Архимандрита Макария, есть перевод современной Библии, еще. Какой перевод он будет лучше или правильный перевод, или как вот на этот вопрос ответить? Если позволите. Давайте. Вопрос не совсем простой. Спасибо нашим зрителям. По-моему, Владимир Юдин нам задает этот вопрос. Я в чате смотрю, да. Спасибо, Владимир, за этот вопрос. Он не простой, по моему убеждению, почему. Каждый перевод это попытка наиболее лучшим способом передать суть библейского текста с языка оригинала. Мы знаем, что предпочтительно почти весь Ветхий Завет он был написан на еврейском языке в древности, да, а Новый Завет он написан на греческом языке в большинстве моментов. И перевести этот текст перекладывая мысль к нашему современному времени на самом деле не всегда просто. Переводчики должны проделать очень большой труд, огромную работу и здесь целый ряд требований и нюансов, которые они должны соблюсти. Поэтому я бы ответил так. У меня есть ряд любимых переводов для меня, да. У меня есть. Допустим, я очень люблю перевод под редакцией Михаила Петровича Кулакова. Мне нравится перевод епископа Кассиана или священника Безобразова, да. Мне нравится новый перевод Библии под руководством Российского Библейского общества. И я бы мог перечислить целый спектр. Я бы не ограничивался только одним переводом. Вообще, задаваясь этим вопросом, было бы лучше всего приходить к оригиналу текста Библии. Я хочу сказать, сегодня есть ряд хороших компьютерных программ, которые позволяют по номерам Стронга прослеживать точность перевода. Поэтому, естественно, есть переводы, которые приближены. Я бы посоветовал так. Убедитесь в том, что этот перевод приближен к оригиналу библейского текста. Правильно, любое со стороны любого читателя Библии сказать, что я буду руководствоваться только каким-то одним переводом, он самый лучший, самый правильный. Если бы человек так сказал о оригинале библейского текста, я бы с ним согласился. Но перевод это все-таки перевод. Спасибо. Спасибо. Вот вопрос поступил также. Что делать, когда люди указывают на противоречия в Библии? Когда находят эти противоречия в излагаемых фактах Библии? Что можно человеку ответить в этом случае? Да, я тоже прочитал этот вопрос, Елена задает. Спасибо за драгоценный такой вопрос. Я что могу сказать? Когда мы видим противоречия в Священном Писании, крайне важно использовать очень верные методы исследования Священного Писания, потому что то, что мы видим как противоречия, между прочим, в советское время наши братья и сестры верующие пользовались такими книгами, где выявляли противоречия, потому что они таким образом тренировали свои знания, они еще более глубоко изучали Слово Божие и рассматривали. К примеру, одно из противоречий, которое было кажущимся, это Ерихон. В одном Евангелии написано, что Иисус выходил в Ерихон, входил в Ерихон, а в другом Он выходил из Ерихона. И на самом деле, когда стали больше исследовать эти тексты, обнаружилось, что есть старый город и есть новый город, поэтому ни один из евангелистов не допускает ошибки, просто нужно понимать контекст, место. И так очень много других глубоких текстов можем и обычных можем рассмотреть, сравнивая их и исследуя историю, и археологию тоже. То есть нужно просто углублённее изучать Священное Писание, но если появляются какие-то противоречия иной расскажущиеся или может быть реально в цифрах, где какое-то незавпадение в цифрах. Здесь нужно честно. Если мы находим какие-то моменты недочёты или ещё что-то, нам нужно понимать, что в книге, которая писалась на протяжении полутора тысячи лет, в книге, в которой очень много разных аспектов рассматривается. Вот, к примеру, Иоанн пишет о том, что они выходили, ну, они отплыли от берега, и он ставит примерное расстояние. И это нормально, потому что у автора цель совсем другая. Он не ходил с измерительным прибором, чтобы определить, а он раскрывал, на самом деле, более глубокие вещи духовные. Спасибо. Я думаю, что, наверное, здесь важным моментом является то, что, когда авторы писали, они не всегда ставили перед собой задачу именно передать конкретное число, и, может быть, они этим просто хотели показать, что это не является вообще неизвестным, сколько чего было. Люди смотрели, люди это видели. Кто-то из авторов был более точен в исчислениях, кто-то этот вопрос так приблизительно мог сказать. Василий Иванович, да, я просто хотел заметить, что по моему убеждению, по глубокому моему убеждению, в Библии нет противоречий, связанных с описанием характера Божьего действия и Его спасения, Его характера. Есть ряд фрагментов, которые по-разному описывают разные люди. Допустим, один евангелист пишет, что в стране Годаринской было двое бесноватых, другой пишет, что один бесноватый встретил Иисуса. Но я хотел бы заметить для Елены и для тех наших слушателей, которые задают эти вопросы, это наоборот является свидетельством того, что Библия, простите меня за это высказание, не причесывалась. То есть она дошла до нас в том варианте, в котором ее написали. И один запомнил, ведь они описывали эти евангельские события спустя несколько лет, а то десятков лет. Один запомнил, что был один бесноватый, другой запомнил, что было два. Это наоборот подтверждает то, что естественным путем люди отражали... Они отражали то, что Христос сделал, но не всегда сам. Совершенно верно. Спасибо. Вы знаете, к сожалению, наше время очень быстро летит. И мне хотелось бы попросить, чтобы вот каждый из вас мог ответить на такой вопрос. Что делать, когда я читаю Библию и сталкиваюсь с тем, что либо она мне остается непонятной, либо, может быть, у меня остаются вопросы, что делать, когда человек читает Библию и сталкивается вот с такими обстоятельствами. Вот каждый из вас ответьте на этот вопрос. Не отчаиваться и пробуйте еще, потому что перечитывая каждый раз от начала, от бытия до откровения, мы каждый раз найдем что-то новое, может быть, как в общей картине будет складываться пазл все новыми, новыми деталями. Спасибо. Вы знаете, да, Библия – это слово самого Бога, и писали его, Петр пишет во втором послании «Переглые святые, будучи божьи человеки, будучи движимы Духом Святым». Для того, чтобы понимать, там ниже он пишет, ее нельзя понять самим собой. Нужно в молитве не спросить влияния Божьего Духа. И 15 глава Иоанна говорит нам, Господь говорит, без меня не можете делать ничего. Я имею это в своей привычке, перед тем, как читать, изучать Слово Божие, предстать перед Господом в молитве и попросить Его благословения для разумения и наставления в этом Слове. Спасибо. Спасибо, дорогие гости в студии, спасибо вам, дорогие зрители, за ваши вопросы. Мы понимаем, что вопросы еще остаются, и вы можете их писать, писать в ваших сообщениях, потому что у нас еще одна тема будет, когда мы будем говорить о Библии, о Слове Божьем, об откровении Божьем. И некоторые ваши вопросы, они могут стать основанием для размышления для наших гостей в студии. Мне хотелось бы сегодня, только лишь завершая нашу программу, еще раз сказать, действительно, Библия – это книга Божьей откровения. И когда мы открываем страницы Священного Писания, очень важно открывать свое сердце перед Богом в молитве и просить, Господи, если это Твое слово, скажи к моему сердцу, чтобы я сегодня мог услышать, что Ты хочешь мне сказать. И когда человек будет именно так открывать Библию и приходить к ней, он многое для себя удивительно откроет и узнает о Боге, о себе и о жизни людей, среди которых он живет. И мне хотелось бы сегодня пригласить, учитывая то, что здесь сидят служители церкви, пригласить, чтобы мы могли совершить молитву и попросить Божьего благословения для каждого, для вас, дорогие зрители, для каждого из нас, когда мы открываем Слово Божье, чтобы мы слышали, что Бог говорит для нас. Иван Ильич, Вы могли бы с нами молиться? Да, с большим удовольствием. И прежде чем мы произнесем молитву, я хочу ответить на вопрос некоторых наших зрителей, когда будет следующий урок, что ровно через неделю, в следующий понедельник, в 19 часов, мы встретимся вновь в эфире нашей программы «Школа Библии». И сейчас давайте помолимся нашему Господу. Милосердный Господь, благодарим Тебя за то, что сегодня имели это время исследования, изучения Твоей вечной книги Библии. Благодарим Господь за то, что Ты не оставил нас в неведении на этой земле, но подарил нам Свое Слово, которое воплотилось в жизни Твоего Сына, которое изменяет сегодня тысячи и миллионы судеб. Господь, мы нуждаемся в том, чтобы это Слово воплотилось и в нашей жизни. Прошу, дорогой Иисус, благослови наших драгоценных зрителей. У каждого есть своя нужда, свои вопросы, свои сомнения. Прикоснись к каждому сердцу, принеси Твой мир и благодать. Кто нуждается в исцелении и укреплении, Господи, пошли Твою помощь. И даруй нам, Господь, еще возможность, желание быть вместе в эфире для того, чтобы исследовать Твое Слово. Прими на свои любящие руки, дополни моления Твоим Святым Духом и будь прославлен во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Дорогие друзья, наша программа сегодня завершилась, и мы напоминаем вам, что следующая встреча у нас с вами будет на следующей неделе в понедельник, 11 мая.